МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие проекты в этой области реализует компания на румынском активе, в частности? Да. Ну, наверное, в первую очередь я должен сказать про проект Дельфин. Это наш проект, это глобальный проект по оптимизации НПЗ. Под руководством Дельфин именно идет внедрение всех небольших проектов для увеличения как раз этой пресловутой операционной эффективности. И в рамках этого проекта у нас были внедрены довольно много проектов на сегодняшний день. Один из примеров, которых я, наверное, сам горжусь, так как я свою карьеру, наверное, менеджментскую, я с нее и начинал. Это программа по внедрению Advanced Process Control на английском, на русском. Звучит систему совершенственного управления технологическим процессом. Она идет в рамках цифровизации. И на сегодняшний день до конца этого года этот проект, я думаю, уже окупит свои вложения. Хорошо, Конус, давайте определимся. Вы операционный директор Ромпетрол. Рефайнер. Да, Рефайнер. Это компания работает, это наша казахстанская компания, да, НПЗ, которая работает в Румынии на Черноморье, так это? Так есть, да. Вы начинали карьеру именно там, да? Нет, я начинал свою карьеру в Павлодарском НПЗ. После этого я уже перевелся на Петромидию. Начинал я карьеру свою простым оператором, оператором установки католического крекинга. После чего я сдал экзамен на знание английского и перевелся в отдел модернизации. А там уже компания, как раз дочернее предприятие Роменсерф, работала на модернизации по НХЗ. И через уже Роменсерф я перевелся на завод Петромидия, где я продолжал уже простым инженером, инженерным-технологом. Хорошо. Какие дальнейшие планы по развитию казахстанского НПЗ на Черном море? Есть ли, скажем так, проекты? Расскажите, пожалуйста. Да, у нас в краткосрочном, ну, как бы у нас два плана на сегодняшний день. В краткосрочном перспективе мы сейчас планируем, так скажем, доведение до максимума существующего НПЗ и до проектных значений, можно сказать. А какие показатели? Это переработка нефти 5 миллионов 400 тысяч. То есть это в перспективе или в данный момент? Ну, знаете, так, я вам раскрою небольшой секрет. В этом году, конечно, мы его достигнем, но это не значит, что мы достигли этого результата. На последующие года цель у нас увеличивается, как мы достигаем этих целей. Хорошо. Какая цифра? Каков секрет, пожалуйста? На самом деле, я так думаю, 5 миллионов 600 будет до 2021 года переработки нефти и 6 миллионов 100 тысяч общего объема переработки. Здесь я, наверное, должен объяснить. Кроме нефти мы также перерабатываем продукты первичной перегонки. Мы покупаем его с рынка. У нас есть возможность такая, так как мы находимся на берегу моря. И доводим его до стандарта Евро-5 и уже продаем. Поэтому немножко разные цифры здесь. Но это для НПЗ это хорошо. Для нашей маржи это хорошо. Но поэтому 5 миллионов 600 – переработка нефти, а 6 миллионов 100 тысяч – это общая переработка всего сырья на нашем НПЗ. Я думаю, к концу 20... Это существенный показатель, да? Да, это существенный показатель. Проектная мощность после модернизации стала 5 миллионов тонн нефти. То есть мы уже будем превышать эту проектную мощность. Хорошо, Коныш, сейчас очень большой тренд во всем мире цифровизация проектов. Что делается в этом направлении, в цифровизации в этой отрасли, в нефтегазовой отрасли, в частности, может быть, на вашем предприятии? И какие технологии применяете? Да, цифровизация у нас идет полным ходом с прошлого года. По инициативе нашего генерального директора была инициирована цифровизация всей группы компаний. Помимо НПЗ у нас есть еще другие компании. И, ну, на НПЗ, наверное, один большой проект, про который я говорил уже, это программа APC, это, простыми словами, это автопилот. То есть каждая установка становится на автопилот, просто нажатием одной кнопки она уже управляется без участия человека. Ну, человек только должен направлять дирекцию, то есть направлять его. Автоматизация. Да, да, полностью автоматизация. И сама установка, само программное обеспечение уже доводит установку до необходимых значений. Это вот одна программа. Помимо этого у нас очень много мелких программ, которые на сегодняшний день также внедряются. и надеемся уже через два года, так скажем, изобрести свое в рамках цифровизации. Свои технологии? Свои технологии, да. А вы разрабатываете эти технологии у себя в лаборатории? Ну, в офисе, скажем так. В офисе? Да, да. В своем здании, также, как бы, в своей компании. У нас мы сейчас воспитываем трех новых специалистов. Они обучаем их, вкладываем в них деньги, чтобы в дальнейшем они уже разрабатывали что-то новое для компании. Ну, что касается специалистов, кстати, насколько у вас молодой состав, как вы их готовите, где вы их берете, и много ли казахстанцев работает на рубынском НПЗ? Ну, вернее, на казахстанском НПЗ, который находится в Рубынии, да. На рынке Румынии сейчас такая же тенденция. Многие заводы встретились с такой проблемой, что сменное поколение, оно становится все моложе и моложе. И мы тоже с этим столкнулись. Где и как к уюте кадры, скажем так. Правильно. Эту проблему мы решаем сейчас тремя программами. Это, во-первых, это программа стажировки. То есть мы сейчас связываемся с университетами и нанимаем к себе до того, как они закончили студентов. Они у нас работают в течение четырех месяцев и обучаются одновременно. После чего из этого пула нанимаем к себе на полной основе студентов. Казахстанских? Казахстанские – это третий. Я вам отдельно расскажу. Второе – это программа по смене поколений, так называемой. Многие специалисты, топовые специалисты сейчас выходят на пенсию. И чтобы восполнить этот гэп, мы создали эту программу, где этот специалист в течение года или полтора года обучает человека, который заменит его в будущем. Наставничество. Наставничество, правильно, да. И он в полной мере сейчас идет. И третье – это стажировка казахстанских студентов. Вот мы в этом году его начали. Не сказать, чтобы заново. Это раньше у нас был, ну, скажем так, второй поток, так скажем. И первым потоком пришел… Были студенты из КБТУ, 10 студентов из КБТУ. Мы их обучили. В течение двух месяцев они у нас прошли полную стажировку. По всем программным обеспечениям, по всем установкам они прошлись. И все технологии, которые существуют на нашем НПЗ, полностью изучили. И сейчас уже продолжают обучение здесь. А сейчас мы уже планируем расширяться. Уже планируем 40 студентов из других вузов тоже. Например, помимо КБТУ на сегодняшний день подписали соглашение с нами университет имени Садпаева в Алмате и имени Турайгырова в Паладаре. А также другие университеты по всему Казахстану. И вот до конца года планируется еще 40 студентов из Казахстана. Ну что ж, отлично. Коныш, вы операционный директор. Не могу не спросить такой вопрос. Сейчас очень большой тренд, большая мода на экологичность производства, на зеленые новые технологии. Как решаете вопрос с этим у вас на производстве? Используете ли вы последние достижения в области экологичности? Ну, смотря в каком контексте, наверное, вы спрашиваете. Здесь по производству, если говорить, то мы вот этим гордимся. Наша экологическая ситуация, она даже превышает, так скажем, ожидания. После модернизации у нас сейчас, допустим, факельная система практически потушена. То есть работают только небольшие, как pilot burners, я на русском, к сожалению, технологии не знаю. А сами газы, мы их не сжигаем, мы их обратно закачиваем и перерабатываем уже, ну и продаем уже как продукт. К примеру, и факельная система, а в Европе есть программа до 2024 года потушить эту факельную систему. Все факелы? Да, да, да. То есть вы в этом участвуете? Конечно. Как завод в Европе мы тоже будем обязаны это сделать, но мы уже достигли, так скажем, результатов, и нам ничего не надо инвестировать в эту сферу. Помимо этого, конечно, мы следим за выбросами в атмосферу. И, к примеру, недавно был принят закон по снижению выбросов СО2 и СО3, ну, это выбросы серы, можно сказать. И нашими инженерами был разработан проект, наша собственная разработка, кстати, которая уменьшила выбросы на 80%, выбросы серы на 80% в атмосферу. Вашу собственную разработку? Да, наша собственная разработка. Отличные показатели 80%, да? Хорошо, скажите, какие перспективы вашей отрасли, ну, в частности, завода, НПЗ на Черном море, скажем так, в ближайшие годы? Ну, опять же, это вопрос такой, в долгосрочной, в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе мы считаем, что к 2021 году мы достигнем топовых результатов существующего производства. Дальнейшее развитие мы считаем, что это будет только с большими инвестициями. Поэтому мы сейчас разрабатываем стратегии именно, как мы будем дальше развиваться. А можете поделиться там какими-нибудь финансовыми секретами? Какие инвестиции предполагаются, например, в развитии этого производства? Биллиард, два биллиарда? Ну, сейчас я точно не могу сказать, так как это только, так скажем, разрабатывается направление. Эта стратегия полностью, ну, так скажем, европейский рынок полностью меняется сейчас. И если раньше... Идет процесс трансформации, да? Да, да, да. Если раньше НПЗ увеличивали производство топлив, которое было в основном выгодно, но сейчас мы уже видим спад спроса на топливо. И уже... А на что сейчас есть спрос? Да, спрос повышается как раз на производство полимеров, олефинов и нефтехимии, проще говоря. И мы тоже также рассматриваем производство полимеров из нефти. Вы перестраиваетесь? Да, да, да. Ну, рассматриваем сейчас пока, как мы будем это делать. Это не будет в один день, конечно, производство, это большой вопрос. Но также направление развития дальнейшее также рассматриваем совместно с КМГ, с казахстанской нефтью. И также рассмотрим на... Вот я сегодня посетил много презентаций и заметил то, что многие компании планируют расширение производства и экспорта нефти. И вот на этой волне мы тоже подхватываем, говорим, на казахстанскую нефть, эта казахстанская нефть, она будет увеличиваться в будущем. Также мы хотим ее перерабатывать. Как можно сказать, спрос на рынке... То есть будущее у казахстанской нефти большое, можно так сказать, да? Можно сказать и так, да. Ну, Куаныш, последний вопрос. Как вы видите, сейчас известно, ну, уже давно, наверное, перепады на нефтяном рынке. Баррель в стоимости то растет, то падает. Насколько это влияет вообще на нефтяной рынок, эта нестабильность? Ну, и в частности, на тот бизнес, на НПЗ, который... на казахстанской НПЗ, который находится в Европе. К сожалению, я не могу сказать про Апстрим. Вот это как раз, наверное, ваш вопрос. Что происходит, как влияет? Но для нас, для нас вообще на рынке стабильность очень важна. Любая нестабильность, это для нас негативно отражается. Поэтому все эти падения и перепады, это плохо. Да, плохо. А прогноз вы не можете дать на ближайший год хотя бы по стоимости барреля? На сегодняшний день я что вижу от всех константов, она будет примерно в этом рейнде. То есть 60-70 долларов за баррель, это стабильное производство, стабильное потребление. В ближайшее время это сколько, до конца года? Годы? Нет, годы где-то. Годы. До пяти лет. До пяти лет, 60-70 долларов за баррель. Ну что ж, спасибо большое, Коныш, за интересную беседу. Уважаемые телезрители, а я напомню, что гостем нашей мобильной студии был Коныш Дос Муратов, операционный директор Ром Петрол Райфанар. Спасибо большое, Коныш. Вел программу Руслан Меликша. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова